Запоминающиеся интро и заставки для ваших видео, красивые и эффектные слайд-шоу из фото и роликов, качественные заставки, рекламные видео и трейлеры. Ссылка в описании. Всем привет, с вами Артем. В этом видео я расскажу вам, какие функции AS9 перекочевали из Jailbreak твиков. Но для начала я дам ответы на часто задаваемые вопросы, которые вы адресуете мне практически под каждым роликом. Итак, вы регулярно интересуетесь, когда же мы сможем увидеть Jailbreak AS8.3. Еще в начале месяца в Шанхае состоялась специальная конференция, посвященная тематике взлома, Jailbreak и безопасности. На ней выступали хакеры из команды Pangu Team. Ни в открытую заявили о том, что у них есть все необходимое для взлома AS8.3. Более того, за пару дней до конференции в сети появилось видео, демонстрирующее установку сидя на устройстве с последней на тот момент версией прошивки. Все ожидали, что на презентации WWDC будет объявлено о выходе AS8.4 со всеми необходимыми изменениями и что она будет также подвержена взлому, как и AS3. Тогда бы хакеры без проблем смогли выпустить свою утилиту для общего доступа. Однако, Apple решила придержать данную версию операционной системы, сделано ли это специально, либо случайно мы не знаем. Однако, выход AS8.4 решили приурочить к запуску музыкального сервиса Apple Music. Так как запуск сервиса намечен на конец июня, то и появление AS8.4 следует ждать тогда же. Так как разработчикам из Купертино неизвестно, какие уязвимости использовали хакеры для Jailbreak 8.3, то их скорее всего и не закроют в 8.4. Соответственно, мы ждем с вами конца месяца появления AS8.4 и собственно Jailbreak AS8.3 и 8.4 одновременно. Кроме того, следует обратить внимание на заявления других членов Jailbreak сообщества, которые имеют не меньший авторитет, чем Пангу Тим. Китайские хакеры сразу же после выхода AS9 Beta 1 заявили, что вовсю начали разработку взлома данной версии операционной системы. Несмотря на нововведения в системе безопасности мобильной системы, хакеры надеются, что выпустят взлом сразу же после официального релиза AS9 в сентябре. Ну что ж, ответы на часто задаваемые вопросы даны, давайте перейдем к основной тематике ролика. На презентации Apple WWDC 15 мы увидели несколько нововведений, которые появятся в мобильной версии операционной системы AS9, однако ни одно из них нельзя назвать революционным. Большинство представленных изменений мы уже видели в мире Jailbreak'а. Довольно интересная возможность быстро искать необходимый пункт в приложении настройки мы уже видели в Jailbreak расширение от Райана Петрича под названием Search Settings. К счастью, в отличие от Jailbreak расширения, разработчики Apple реализовали данный функционал немного лучше. Поиск работает по аналогии поиска в настройках в настольной операционной системе OS X, т.е. вы можете найти любую настройку, где бы она ни находилась. Очень радует тот факт, что разработчики AS9 добавили возможность встраивать быстрый ответ для сторонних приложений. Это значит, что в дальнейшем после обновления соответствующих программ мы сможем отвечать, потянув баннер вниз, в любом мессенджере или других программах, клиентах социальных сетей и прочих приложениях. Данный функционал уже давно можно реализовать при помощи соответствующих Jailbreak расширений CD. Довольно интересная особенность, которая появилась в клавиатуре AS9, позволяет перемещать курсор свайпом по кнопкам, а также позволяет быстро выделять текст. Данная функция уже давно реализована в отличном Jailbreak расширении под названием Swipe Selection. Я пользуюсь данным твиком уже не первый год и всем рекомендую его устанавливать сразу же после взлома устройства. Он значительно ускоряет и упрощает взаимодействие с виртуальной клавиатурой. На мой взгляд перемещение курсора лучше реализовано все же в Jailbreak расширении, чем в AS9. Однако возможно это дело привычки. Создатели AS9 сделали один небольшой шаг в нужном направлении, однако дальше этого шага дело не пошло. Конечно же речь идет о переключателях в контрольной панели. Однако дальше дело не пошло и другие переключатели изменять нам не удастся. Конечно же хотелось бы как минимум увидеть возможность включать или отключать геолокацию из нижней шторки, а как максимум полностью настраивать все необходимые переключатели для быстрого доступа к ним. Сейчас с этим отлично справляется Jailbreak Quick Clip Control Center, который я также рекомендую устанавливать всем без исключения. Самые интересные нововведения в AS9 на мой взгляд это настоящая многозадачность, а точнее многооконный режим и картинка в картинке. Для запуска двух приложений на одном экране уже давно существует Jailbreak Quick под названием Reach App. Он позволяет делить экран в любой пропорции как на iPhone, так и на iPad и запускать сразу два приложения. Конечно же полезность данного твика на телефоне сомнительно, а вот на планшетах он будет явно не лишним. Также многооконный режим в AS можно реализовать при помощи расширения Multify. Оно отлично позволяет запускать не одно, а сразу несколько приложений и работать с ними одновременно. Причем делать это вы сможете как в специальном меню, так и прямо на рабочем столе. Несмотря на то, что твик появился относительно недавно, он уже имеет отличную стабильность и хорошую функциональность. Ну и конечно же новшество картинка в картинке уже давно реализовано в мире Jailbreak'а при помощи расширения VideoPen. Данный твик появился еще во времена AS6 и тогда же приобрел стабильность и армию фанатов. До сих пор непонятно, почему инженеры Apple игнорировали такую интересную особенность своей системы. Как вы видите, подавляющее большинство своих особенностей AS9 подчеркнула именно из мира Jailbreak'а. В принципе такую картину мы наблюдаем до сих пор, поэтому можно сделать вывод, что взлом устройства добавляет нам новые функции, которые в дальнейшем появятся в AS уже сегодня. На этом все, не забывайте делиться вашим мнением и лайками под видео, добавлять ролики в избранное, а также подписываться на канал. С вами был Артем, пока!